Сложно же не означает невозможно, Инга. Тут же проблема в чем? Что территория, какая бы она сложная ни была, вполне доступна к захвату или к освобождению в нашем случае. Тут вопрос, есть ли вражеская армия. Если ее нет, а она очень быстро заканчивается, то вполне можно и военным путем. Тут вопрос в чем, что цена вопроса. И наличие возможностей и условий, чтобы это выполнить. Меня просто, ну вот я немножко крым-то за скобки, ведь я не профессионал, да, я так вынесла. А вот что касается Донбасса, оккупированного в 14-15 годах. Я помню, что когда речь шла еще хоть в 18-м, хоть в 20-м году о деоккупации, все время говорили о том, что там очень много мирных жителей, что будут гибнуть украинцы, что невозможно сделать военным путем именно по этой причине. Кстати, я помню, что вы говорили, что возможно, но большинство говорило, что нет. Сейчас, когда мы видим, что произошло с Северодонецком, с Рубежным и со всеми остальными, там, Бахмутом, со всеми остальными городами другой части Луганской области, возникает вопрос, в чем, ну для меня, как вот для луганчанки, возникает вопрос, в чем разница между Северодонецком и Луганском. Почему там Северодонецк можно военным путем освобождать, а там мы должны остановиться до уровня 23 февраля. Если правильно организовать выезд людей, чтобы там все мирные жители заранее смогли выехать, то мы рассматриваем такие варианты, или все-таки политика дипломатическим путем? Мы не должны. Мы говорим это как об одном возможном варианте. Нет никаких проблем освободить Крым и Донбасс военным путем. При наличии чего? Условий и военной силы. Условия – это российская армия ослабла до такой степени, что она не может их защищать эффективно. А силы – это значит, у нас есть силы это все брать военным путем. Все. К этому идет, дойдет ли, большой вопрос. Это зависит от сроков термина, сроков и объема линвиза, который до конца непонятен. Не в том смысле, что мы не понимаем, сколько нам поставят, а в том смысле, что сроки, потому что часть этого вооружения еще нужно произвести вообще-то. Это может длиться месяцами. А Российская Федерация при всех их санкциях и всем остальном тоже не стоит на месте. Она пытается призывать людей, снимать технику с вооружения, хранения. Они тоже находятся в этой гонке, усиление своих возможностей. Так что не все так просто. Но мы говорим, что мы не прекратим вооруженную борьбу до момента, пока не будет 23 февраля. Ну, по состоянию 23 февраля. Это однозначно. Далее посмотрим, если у нас будут силы и потенциал решить проблему Донбасса и Крыма военным путем, то что мы будем останавливаться? Это наша территория вообще-то. Нет, конечно, в идеале мы хотим, чтобы все было решено дипломатическим путем, чтобы украинцы по обе стороны не оккупированы, не гибли. Это первая часть. Война может закончиться за три минуты, если Путин сейчас скажет, конец войне, все, вывожу войска, все, войны нет. Так как и 8 лет до этого могло. Она же в голове одного человека, эта война. И решение они. Второй момент – это то, что мы найдем способ отвоевать так, что волос не упадет с головы наших соотечественников на оккупированных территориях. Мы это доказали в 2014-м, когда было летнее наступление, пока не вмешалась Российская армия, не вторглась. И не сказать, что там вообще не было потерь, так не бывает. Но то, что мы города преимущественно обходили и старались в них не воевать, и подрезали, окружали противника, заставляя его выходить, так вот вам доказательства. Точно так же освобождали, например, Бучу, Гастоми, Лерпень. Там же не вели бои наши, когда шли. Они обошли. Справа, слева. И российская группировка, понимая, что она сейчас окажется в окружении, просто отошла от Киева. Есть военные способы решить проблему, не стреляя по городам, не разрушая их. Кстати, наша армия не стреляет принципиально, не стреляет по населенным пунктам. Иногда такие жирные цели, видно там, что... Сам Бог велел, что называется. Но мы не стреляем. Это наши граждане. И даже если пустые дома, стараемся не стрелять, потому что это наше имущество. Имущество частное корпоративное государство. Поэтому по мере сил не стреляем. Ну точно не стреляем, когда мирно. Никогда. Понятно, что могут быть всякие эксцессы. Если снаряд там не долетел и упал, то из-за технической неисправности, то тут уже что ты сделаешь? Или ошибка наводки, ну это же война. Но то, что у нас есть принципиальная политика, не разрушать это. Мы не россияне, мы не будем бить пожилым курталом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...